Музыка Миновал священный для мусульман всего мира месяц Рамадан, который приходится на 9-й месяц исламского лунного календаря. Рамадан – это время укрепления и единства всех мусульман, месяц благословения и прощения. В этот месяц верующие поздравляют друг друга словами «Ид Мубарак», что в переводе означает «благословенного праздника». Накануне и в день праздника до праздничного гайд-намаза собирается обязательная милостыня закят Аль-Фитр. Собранные средства идут в пользу малоимущих и нуждающихся в виде сухих продуктов питания, либо денежного эквивалента этих продуктов. Этот месяц напоминает всем мусульманам о вечных ценностях, призывает к единению, проявлению заботы и милосердия. Не случайно уже в первые дни Рамадана в регионе была организована доставка тысячи продуктовых наборов от главы республики для особо нуждающихся семей из всех городов и районов Карачаево-Черкесии. Сборы и упаковка этих наборов проходили в Черкесске. И надо признать, что список продуктов туда входящих выглядит внушительно. Мука, макароны, крупы разные, горов, рис, гречка, сладости, печенье, конфеты, майонез, томатная паста, чай, кофе, сгущённое молоко. Собираем уже третий день, планируем около тысячи мешков. Все и абазины, и черкесы, и русские, и карачаевцы, вне зависимости от веры, конфессии, будем помогать и от себя, и от всех, всем нуждающимся. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова с наступлением священного месяца Рамадан в регионе организована доставка продуктовых наборов особо нуждающимся семьям со всех городов и районов Карачаева-Черкесии. Скажите, пожалуйста, а что в продуктовый набор входит, что в мешках находится на каждую семью? Здесь 10 килограмм муки, макароны, рис, чай, соки, сгущенка. То есть все самое необходимое, да? Все самое необходимое, да, здесь масло подсолнечное. Такие продуктовые наборы, куда входит все самое необходимое, доставили по 10 адресам в ауле Атыги-Хабль, где проживают многодетные семьи и те, кто сейчас оказался в трудной жизненной ситуации. Например, Тамара Кякова в свои 70 с лишним лет воспитывает двоих несовершеннолетних детей, которые остались без родителей. Для вас это ощутимая поддержка, помощь вообще? Ну, естественно, любая помощь, конечно, всегда приятна. Спасибо тем, кто организовывает такие вещи. И, как сказать, хорошо, что есть такие люди. И такая помощь не является разовой. Все многодетные семьи и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, получают продуктовые наборы регулярно. За последнее время практикуется у нас в республике оказание гуманитарной помощи малоимущим, детям, сиротам, всем тем, кто нуждается в этой помощи. Большое спасибо тем, кто эту помощь оказывает. Лично мы по Атыги-Хаблю выбираем особо нуждающихся. Люди довольны, не отказываются от этой помощи. Также одно из основных мероприятий месяца Рамадан – коллективные ифтары для всех желающих. Первый такой состоялся в городской мечети Черкеска. Верующие города, а также из близлежащих аулов вместе участвовали в массовом разговении и коллективной молитве. И такие мероприятия в республике проводились в течение всего месяца Рамадан. Канамат Тимирбулатов пришел сюда с друзьями. Ведь молодой человек знает, что участие в коллективном ифтаре и намазе – огромное благо для каждого верующего. Я очень рад, что в нашей республике вот так люди вместе собираются и вот такие ифтары делают. После намаза пришли, покушали, не знаю, увидели друг друга, пообщались. Ну и я хочу поздравить всех с этим священным месяцем, с наступлением Рамадана. На протяжении всего месяца Рамадан мусульмане проводят свое время в молитве, которую начинают сразу после разговения, а уже после можно приступить к приему пищи. Пророк Мухаммад, салли Аллаху, алейхи вассалям, говорил, кто накормит постершегося, тому будет такая награда, как самому постершемуся. Когда пророк, салли Аллаху, алейхи вассалям, сказал это, асхабы его спросили, я, Расул Аллах, мы не такие уж богатые, чтобы досыта накормить постершегося. Пророк, салли Аллаху, алейхи вассалям, говорил, это будет и тому, кто дал хоть одного финика или глоток воды, или глоток молока. Массовое разговение проводилось на территории городской мечети Черкеска. Организаторы установили шатри близ мечети на свежем воздухе, чтобы верующие не сидели в тесноте, боясь всем известного вируса. По поручению главы Карачаево-Черкесской республики, Рашидова из Вечи Темрезова, мы проводим коллективный ифтар. В дальнейшем, до конца священного месяца Рамадан, мы будем также проводить ифтары по четвергам. Организаторами коллективного ифтара для постящихся в месяц Рамадан земляков стал и Общественный совет при МВД по Карачаево-Черкесии. Совместно с волонтерами благотворительных фондов, члены Общественного совета лично готовили еду для ста верующих, которых собрал под одной крышей коллективный ифтар. По словам организатора, в священный месяц Рамадан – то время, когда важно совершать добрые дела, подавая этим пример другим. Общественный совет при МВД с начала своей деятельности занимается хорошими, добрыми делами. Сегодня, в этот священный месяц Рамадан, мы не могли остаться в стороне. Сегодня мы готовим, начали приготовление, чтобы угостить наших горожан во время ифтара. Мы не только члены Общественного совета, но и хотим также, чтобы младшие поколения, они видели, чем мы занимаемся, и чтобы дать им пример, чтобы они подражали и приняли от нас эстафету и в своей жизни только занимались добрыми и хорошими делами. Подготовка к каждому коллективному ифтару шла полным ходом. Пока одни занимались готовкой, другие накрывали столы. Наблюдая за тем, насколько трепетно здесь относятся к свежести и разнообразию продуктов, понимаешь, что к предстоящему разговению тут относятся с особым вниманием. У нас ифтар, мы рассчитываем на 250 человек. Если будет больше, то тоже сможем принять. Мы приготовили по такой погоде горячую шурупу с отварным мясом, хачаны, манты. Время близится к вечеру, садится солнце. На территории мечети все больше и больше людей. С первыми звуками азана верующим раздают финики и воду. Но прежде чем приступить к малоценному приему пищи, все идут на коллективный намаз. После молитвы коллективная трапеза. Под одним шатром люди всех возрастов и национальностей. И атмосфера братства и взаимопонимания. Мы с друзьями выходим с тренировки и частенько ходим сюда на ифтар. Тут можно увидеть много знакомых, поговорить с ними, порассуждать о чем-нибудь. Потом можно после ифтара как раз в мешки пойти и там совершить коллективный намаз. Коллективный ифтар – один из самых радостных моментов для верующих в священный месяц Рамадан. Это не просто вечерняя трапеза после долгого дня поста, но и возможность познакомиться с новыми людьми и укрепить узы братства в исламе. Стоит упомянуть, что коллективные разговения проходили почти во всех городах и районах республики. В селе Чапаевском работа кипит по полной, чтобы успеть к предстоящему вечернему ифтару. Столы накрыты и под шатром и в помещении. Всех собравшихся ожидают свежие фрукты и овощи, изобилие сладостей и напитков. Большое внимание уделено выбору горячих блюд. Хычины карачаевские, жареное мясо, вареное мясо, шурпа – все в наших традициях. Это уже пятый ифтар по счету, по району нашему, и мы прекрасно справляемся со всем. Организаторам помогают работники администрации, школы и просто местные жители. Как одна большая команда, они продумали все до мелочей. Продуктов хватит запасом, как и мест за столами. Мы рассчитываем здесь поместить свыше 300 человек. Также у нас отдельно накрыты столы для женщин и детей, чтобы, ну, как вы знаете, женщины вместе с мужчинами у нас не сидят за одним столом, поэтому для них накрыто отдельно. И вот во время разговления тоже ведутся беседы на темы религиозные, где молодежь тоже много чего нового для себя узнает. И вот верующие начинают собираться в мечети, слушают проповеди и наставления. И с первым призывом у Аддина можно разговляться. Традиционные финики и вода доступны каждому желающему. Совершив вечерний намаз, все направляются на долгожданную трапезу. Год назад в связи с пандемией в регионе на Рамадан действовал запрет на коллективные собрания. В этом году на празднику Роза-Байрам ограничения носили рекомендательный характер. Верующие старались соблюдать социальную дистанцию во время намаза и носить маски. Для верующих этот месяц является лучшим в году. И для многих он закончился очень быстро. В этот месяц это нигмат Всевышнего Аллаха. Каждый человек его ощущает, мусульманин. Тот, кто исполняет волю Всевышнего, он обязательно ощущает. Вот этот месяц, он действительно дарован Всевышним, как его нигмат, как его благодеяние. И по завершении этого месяца мусульмане собираются в мечетях и проводят праздничную молитву. В прошлом году не было. Из-за пандемии не было у нас праздничной молитвы. Гайд, намаз не проводился. Люди в мечетях не собирались. Даже пятничные молитвы не могли проводить в мечетях. Ну, алхамду лилля, в этом году уже есть немного послабления. И вот когда в мечетях собираются, мы им говорим, чтобы они соблюдали дистанцию. Мы собираемся в масочный режим. Некоторые приходят со своими молитвенными ковриками и проводим этот намаз. Собирать гостей здесь не надо. Это все-таки санитарные, эпидемиологические. Вот эти инструкции надо выполнять. Когда нам уже скажут, что нету этой опасности, тогда, иншаллах, будем собираться. А сейчас надо всего этого опасаться и соблюдать то, что нам предписано. Всего в праздничных ифтарах организованных главой Карачаева Черкесии Рашидом Тимрезовым, еженедельно в Черкесии и в других городах республики приняли участие десятки тысяч верующих. В финальный день священного поста стар и млад вновь сидят вместе. Но не только для того, чтобы совершить вечернюю трапезу после долгого дня. Люди понимают, что подобные мероприятия – благое дело, которое объединяет всех мусульман. Мухаммад Амин-Ильканов специально приехал из поселка Новый Карачай, чтобы обсудить с единоверцами религиозные вопросы. Буквально вчера начинался этот месяц, уже заканчивается. В этот день я хочу пожелать всем мусульманам, братьям, сёстрам здоровья, успехов, и чтобы прощались все грехи. Хочу сказать огромное спасибо нашему главе Рашиду Байрспиевичу, что дал возможность всем мусульманам собраться на такой ифтар, что это хорошее дело для всех нас. В день праздника Ураза-Байрам в городской мечети Черкеска не найти свободного места. Верующие со всей республики собрали для совершения долгожданного гайд-намаза. Но перед этим к ним с небольшой проповедью обратился имам центральной мечети Черкеска Казим Хаджик Ачиев, который напомнил последовательность гайд-намаза для тех, кто мог это не знать. Всё повторяем после имама. Если перед имамом мы сделаем какое-нибудь движение, то это не считается джамагатом. Всё повторяем за имама. Потом делаем намерение. Намерение будет так, джамагат. О, Аллах, я намереваю совершать гайд-намаз, два ракиад гайд-намаз за имамом, поворачивая свой лик в сторону кябы, кыблы. И поднимая рук, говорим. Когда поднимаем руки, джамагат, поворачиваем, насколько это можно, в сторону кыблы. И говорим, когда трогаем очки уш, говорим «Аллаху Акбару». После окончания молитвы священный месяц Рамадан считается официально завершённым. Его ещё называют месяцем испытания сил. Именно в Рамадан человек воспитывает в себе силу воли и крепость духа. Показывает, насколько сильна его вера во Всевышнего. Дай Аллах, чтобы следующий год все вместе могли этот праздник встречать, также держать пост и поздравлять с священным этим праздником. Пусть всё то, что плохое было в прошедшем году, останется позади нас. И чтобы нас всегда рождало только самое лучшее, что Аллах может дать своим рабам, которые уповают на его милость. Рамадан крайне важен для мусульман. Строгий пост в этот месяц входит в число пяти столпов ислама. А в этом году на стороне постящихся была даже погода. Ведь особо жарких дней на пост не выпало. Я поздравляю всех мусульман Карачаева Черкесской республики с праздником Аиду-ль-Фитр, Ураза-Байран. Желаю мира, добра, имана и долгих лет жизни. И прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах, субханаху а-та-галя, простил тех людей, которые ушли из жизни в этом году. Здоровья, счастья обоих миров. В течение еще двух дней верующие будут отмечать Идаль-Фитр в кругу близких, при этом навещая старших с подарками, посещая кладбище и обязательно помогая нуждающимся. Благодарю вам благословения Аллаха.